Всем привет! Сейчас в Израиле период, когда все абсолютно расцветает, радость такая жизни, пробуждается природа, но и в том числе период праздников. Совсем недавно у мусульман наступил священный пост месяца Рамадан, у евреев праздник Песох и скоро праздник Пасхи будет в том числе у христиан, а завтра будет праздник Благовечения и мы предлагаем кому-то еще раз, кому-то в первый раз посмотреть фильм о тех местах, которые посещала Божия Матерь. Недавно подписалось много подписчиков, которые наверняка не видели этот фильм. Я думаю вам будет тоже любопытно посмотреть эти замечательные кадры. Всем огромный привет! Эти места в это время полны очарования, хотя впрочем эти места прекрасны в любое время года и глядя на вот этот пейзаж не скажешь грандиозно, величественно, потрясающе. Это какая-то тихая радость, благоговение что ли, нежное такое и волнующее. Сейчас мы видим ликование природы в ее разноцветии. Ощущаем здесь запах хвои, цветов, запах сырой земли. Ощущаем старину, гуляя среди развалин и растений в бесконечном птичьем благоголосии. Выбор этого места был не случайным. Ведь праздник благовещения непосредственно связан и с этими благословенными местами. Мы в селении Эйн-Кэрэм в Иерусалиме. Добро пожаловать! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Именно сюда, из Назарета, пришла Дева Мария к своей родственнице, в горнюю страну, в град Иудов, в селении, которое сейчас называется Эйн-Кэрэм, источник виноградники. Здесь, у этого источника, который и по сей день называют источником Девы Марии, состоялась радостная встреча двух женщин, ожидающих материнства. Женщины, зачавшие уже в старости своей, и совсем еще девочки. Здесь Дева Мария воспела хвалебный гимн молитву Всевышнему. Здесь пробыла она три месяца в доме священника Захарии и его супруге, святой праведной Елизаветы. Здесь также место Рождества святого Иоанна Крестителя или Иоанна Предтечи. Здесь жили его родители, священник Захарии, праведная Елизавета. Ведь именно о Елизавете говорит Деве Марии архангел говорил. Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодной, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Все эти события, о которых рассказывал евангелист Лука, произошли здесь. А пришествовало всему благовестие Деви Марии. И произошло это в Назарете. Там архангел Гавриил явился Деве Марии и приветствовал ее. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословена ты между женами». А Дева Мария смутилась от этих слов и размышляла, что это было это приветствие. В этот день Пречистая Дева показала пример абсолютного доверия Богу. Несмотря на ее смущение, на страх перед словами архангела, вот зачнешь во чреве и родишь сына. Да как же это будет, когда я мужа не знаю? Она полностью доверяет Богу. Сироба Господня, да будет мне по слову твоему. А это Назарет. В евангельские времена это было небольшое поселение. И именно в нем Деве Марии было суждено услышать спасительное благовестие от архангела Гавриила. Из древле существует традиция двух благовестий. У источника, когда Мария услышала приветствие ангела, «Радуйся, благодатная, благословена ты в женах». И в доме Иосифа, когда вновь предстал пред нею ангел и сказал, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Традиционно считается, что об этом событии Дева Мария рассказала евангелисту Луке. В подробностях события благовещения описывается в апокрифическом протеевангелии от Иакова, ставшего достоянием предания и богослужения церкви. Источник Девы Марии, главная святыня православного храма, располагается в древней крипте. Это живой свидетель благовещения. Послушайте, как нежно журчат его луги. Храм над источником построен в 1750 году и освящен в честь благовещения. Но большинство называет его церковью Архангела Гавриила, по традиции, сложившейся с XII века. Именно так называет храм древнерусский паломник Игумен Даниил. Резной иконостас из дуба ручной работы выполнил греческим мастером Андре Измаесо. Иконостас особо выделяется в убранстве храма. В 1766 году подарил эту работу храму греческий купец, пожелавший остаться безымянным. В конце 70-х годов XX столетия художники из Румынии Михаил и Гавриил Марасан расписали интерьер храма фресками. Давайте еще раз спустимся к крипту и послушаем источник. Согласно Евангелия, Дева Мария Точа с поспешностью отправилась в сторону Иерусалима в горнюю страну в город Иудов и три месяца пробыла здесь, в доме своих родственников Захария и Елизавета. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Более двух тысяч лет назад был пробит вот этот канал в горной породе, который только усилил его мощность. С христианских времен его называют источником Девы Марии. По преданию, после долгого и утомительного пути из Назарета в горнюю остановилась здесь Пречистая и утолила жажду свою. А потом приходила сюда за водой в течение трех месяцев, в которой пребывала она в гостях у святой праведной Елизаветы. Израильтяне очень любят посещать это место. Здесь можно и прогуляться по горным тропам, и посетить монастыри, и отдохнуть за чашечкой кофе или пообедать в уютных кафе и ресторанах. Здесь очень чистый воздух, море зелени и цветов, и располагающая к отличному настроению доброжелательная атмосфера. Продолжение следует... Мы целых 13 лет прожили совсем недалеко отсюда, и по субботам приходили вот в этот монастырь. Это многим знакомый женский горненский монастырь в Иерусалиме. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, мы просто уверены, что подобные места никого не могут оставить равнодушными. Вы отвлеклись ненадолго от своих забот и отдохнули вместе с нами в созерцании великолепия святой земли. С вами были Павел и Лариса Платонова. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и тогда будете получать уведомления о новых видео. Становитесь нашими спонсорами. Мы всегда благодарны тем, кто уже это сделал. Весеннего и радостного всем настроения, крепкого здоровья, хороших выходных. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok